Всем привет, уважаемые любители подводного спорта! Сегодня у нас интереснейший нырок в исполнении Алексея Молчанова, который он показал в сентябре 2024 года на Корсике, на чемпионате мира по фридайингу по версии АИДа. Алексей заявил 125 метров, он будет нырять в раздельных ластах, и если у него все получится, то это будет новый мировой рекорд, он побьет свой. Прошлогодний рекорд 123 метра, Алексей выглядит, как всегда, очень расслабленным, очень сфокусированным. Алексей делает несколько подготовительных вдохов и выдохов, и Алексей заныривает. Очень мягкий вход в воду, вытягивается в стрелочку, складывает руки в стрелочку, и неспешно начинает свое погружение. Алексей, конечно же, выступает во всем снаряжении своего бренда Молчановс. Классный Молчановс, гидрокостюм Молчановс. И на глубине 25 метров примерно, опускает руки, набирает маусфилы. Маусфилы – это набор воздуха из легких в рот, для того, чтобы можно было продуваться, продувать уши, компенсировать давление на большой глубине, когда легкие уже сжимаются до остаточного объема. И вот примерно с 50 метров Алексей перестает работать ластами и начинает просто скользить в глубину в зоне отрицательной плавучести, в зоне свободного падения. У Алексея очень яркий фонарик, освещает трос. Он ныряет сегодня без очков. Видим, как у него открыты глаза. Очень хорошая обтекаемая позиция и хорошая скорость падения. На 90 метров ушло минута 40 по времени. Видим, как на 100 метрах стало очень темно. И если бы не фонарик, то было бы уже очень плохо видно. Видны уже буквально очертания спортсмена. 115. Осталось немного. И вот, видимо, у Алексея сработал будильник. Немножко тут он рановато потянулся за тегом, но достиг тарелки с тегами. Сорвал его. И очень-очень тихо, не спеша, начинает всплытие. Также на всплытие он вытягивает руки в стрелочку, для того, чтобы занять более обтекаемую позицию. Время нырка уже 3 минуты. Алексей отличается очень большим временем погружений. И если другие спортсмены ныряют примерно на такую же глубину, то, как правило, делают это гораздо-гораздо быстрее. Алексей в этом смысле не торопится. Дает себе время для того, чтобы спокойно и достигнуть глубины, и спокойно из нее подняться. Классная, расслабленная работа. Вот уже у нас спортсмен на 50 метрах. И вот мы видим первого страхующего, который на глубине 45 метров буквально ждал Алексея. Просто висел в толще воды. Надо отдать должное. Не каждый из Сейфити на это способен. И встречают остальные Сейфити и сопровождают спортсмена на всплытии к поверхности. Встречают спортсмена всегда уже ближе к поверхности, потому что все потери сознания, они происходят на всплытии уже ближе к поверхности. Обычно на 10-20 метрах. Ну, редко когда на 30-40. Поэтому и встречают где-то при глубоких нырках 40 метров. И вот Алексей у нас поднялся на поверхность. Проблема тут небольшая с трансляцией. Он успешно выполнил протокол. Восстанавливает дыхание. Дышит. Показывает, что он дошел до заявленной глубины. У него есть тег. И ждет вердикта судьи. Все было сделано классно. И поэтому белая карточка, новый рекорд мира. И все поздравляют Алексея с этой уверенной победой и с новым рекордом. Круто! Алексей, как всегда, показал класс и пример для подражания. Принимает поздравления. Делает фоточки. И сейчас у нас будет прямое включение от Алексея сразу после старта. Так, всем привет. Зона соревнований сегодня. Эти длинные-длинные волны. Очень резкий термофлин. На глубине уже 15-12 метров температура падает, мне кажется, с 26 до 15 или меньше. Такое прям очень сегодня холодно было по глубине. Получилось сделать рекорд мира. 125 метров пиластов. Так что сегодня классно ныряли. Вчера был сильный ветер, сильные волны, поэтому вчера помнили все. Но сегодня хорошо. Сейчас солнце вышло, все супер. Так что спасибо за поддержку. Еще несколько дней соревнований продолжаются. Еще несколько дисциплин и по тросу, и в моноласте. Субтитры сделал DimaTorzok.